Бот МЕГ сегодня с вами. МКТ и термодинамика. Про физику тоже не забываем. Будем максимально подробно и дотошно все разбирать. Вам понравится. И это ВАЗНО. Погнали. Всем привет. Вот такая вот у нас сегодня задача. Некоторое постоянное количество идеального газа участвует в процессе 1, 2, 3, 4, изображенного на картинке в координатах PN. Здесь P давление газа, а N его концентрация. Ну, мы видим четко 1, 2, это отрезок вертикальной прямой параллельной оси давления. 2, 3, отрезок прямой параллельной оси горизонтальной концентрации. Ну, а отрезок 3, 4, мы видим, это прямая, проходящая через начало координат в рамках этой зависимости. Мы это все будем как-то с вами анализировать, пытаться в это въехать и извлечь из этого максимум информации. На самом деле у нас даже не одна задача, а их целых три. Просто я их в лучших традициях объединил в одну. Три вопроса, можно сказать, три задачи. Первый вопрос. Нужно понять, как меняется температура в каждом из этих трех процессов. 1, 2, 2, 3, 3, 4. Второй вопрос. Получает газ в теплоту или отдает ее в каждом из процессов? То есть подводится теплота к газу или отводится от него? Ну, и третий вопрос, третья задача. Нужно нарисовать вот весь этот процесс 1, 2, 3, 4 в других координатах. Ну, не как у нас дано P, N, да, давление от концентрации, а в других. Конкретно P, V, давление от объема, и V, T, объем от температуры. Поработать с графиками. Вот. Сейчас мы будем в это погружаться и в это качать, получать кайф. То есть будем заниматься именно физикой. Но все же это рубрика BOTMEG. То есть заточено все это под формат непосредственных экзаменов, в связи с чем будет много теории, много слов. И оформление наше с вами будет максимально подробным. Еще более подробным, чем того требует сам экзамен, на самом деле. Вот. Поэтому мы будем максимально дотошны и подробно с этим вместе с вами разбираться. Ну, и, собственно, ответ нужно привести на каждый из трех вопросов, ссылаясь на физические законы и закономерности, которые при этом используются. То есть это в каком-то виде такой эталон качественной задачи, которую можно повстречать на экзамене. Ну, правда, вряд ли там будут все три вопроса, будет один из трех. Но мы сделаем три задачи в одной. Времени мы на это потратим немало, но оно того требует. Это будет круто. Итак, давайте начинать. Начнем мы издалека. Нам нужно с вами выработать навык восприятия таких фраз, как «одна величина от другой меняются прямо пропорционально другу, друг другу», и «одна величина от другой меняются обратно пропорционально». Что это значит, как это интерпретировать, вот об этом поговорим. Ну, давайте, наверное, будем две разных нумерации ввести. Первая нумерация пока будет, это не само решение этой задачки, да, это мы просто готовимся к этому. Теория, слова, умения, навыки. Вот над этим поработаем. Можно сказать, это математика сейчас пойдет. Итак, что означает фраза «величина Y прямо пропорционально, пропорционально величине X». Означает это буквально следующее. Вот если это переводить на другой язык, это означает, что Y равняется KX, где K – это какой-то постоянный коэффициент пропорциональности, какое-то фиксированное число. Грубо говоря, во сколько и как меняется величина X, во сколько раз и как будет изменяться величина X, в такое же количество раз по тому же самому закону будет меняться величина Y. То есть, если X увеличивается в два раза, то Y увеличивается в два раза. X увеличивается в три раза, Y увеличивается в три. Увеличивается в четыре, увеличивается в четыре. Вот каждый из них будет в одинаковое количество раз меняться. Увеличиваться, увеличиваться в одинаковое количество раз. Или уменьшаться, уменьшаться в одинаковое количество раз. Вот что значит прямо пропорционально. И зачастую это будут записывать даже вот не таким образом. Нет, это будут писать несколько иначе. будут писать y делить на x равно, ну, мы видим, что отсюда будет k просто, просто, что это константа. То есть, когда нам говорят, что величина y и x прямо пропорциональна, это означает, что y делить на x это что-то неизменное. То есть, вот она четкая на самом деле запись математическая, которая подчеркивает текст, что y прямо пропорциональна x. Это значит, y именно делить на x константы. Они меняются одинаково, то есть увеличиваются, увеличиваются, уменьшаются, уменьшаются, и в одинаковое количество раз. Окей, а как на графике будет выглядеть зависимость y от x? На самом деле, это частный случай линейной зависимости y от x, где нет свободного члена. Ну, формально, в общем случае, линейная зависимость y равно kx плюс b, да? А b получается равно нулю. Ну, график линейной зависимости – это прямая. Если b равно нулю, то это прямая через что будет проходить? Через начало координат. То есть, если изображать график зависимости y от x, то прямая пропорциональность предполагает собой прямую, которая проходит через начало координат всегда. Линейная зависимость не обязана. Там может быть свободный член, и прямая может не проходить через начало координат. Прямо пропорциональная зависимость. Это частный случай линейный, когда у нас график прямая проходит через начало координат. Вот. То есть, на самом деле, даже можно тут обратное сформулировать. Если мы видим вот такой график, мы смело по нему говорим, что y от x меняется прямо пропорционально, а значит, y делить на x – это константа. Да, вы правильно догадались, да? y, x, процесс 3-4, смотрим. Ну, это к вопросу о том, для чего это нам нужно. Едем дальше. Прямо, наверное, в этом же пункте поговорим про то, а что означает y обратно пропорционально x. y обратно пропорционально, ну, величина y обратно пропорциональна величине какой-то там, допустим, физической x. Но это уже иная ситуация. Здесь количество раз, в которые меняются величины, будет совпадать, но закон другой. Если одно увеличивается, другое должно будет уменьшаться. Записывается это так. y равняется k делить на x, где k – это какая-то постоянная, какое-то неизменное число, которое никак не меняется. Вот, то есть, грубо говоря, если x увеличивать в два раза, y уменьшится в два раза. x увеличивать в три раза, y уменьшится в три. x увеличивать в четыре, y уменьшится в четыре. То есть, у них обратный закон, если одно увеличивается, другое уменьшается. Или если одно уменьшается, другое увеличивается. Ну, количество раз будет совпадать. Вот. Ну, а как это чаще всего будет записываться? На самом деле, x переносит к y, и записываться это будет так. y умножить на x. Ну, а отсюда мы, на самом деле, видим, да, что это будет просто k. Это просто константа. Вот. Запись математическая того, что величина y и x обратно пропорциональны друг другу. Когда y и x обратно пропорциональны, это означает, что их произведение констант. То есть, если одно будет уменьшаться, другое будет увеличиваться. В одинаковое количество раз это будет происходить. Вот как математически можно записать вот эту непосредственно фразу. На самом деле, очень часто многие неправильно вот воспринимают это. Поэтому я счел нужным здесь об этом сейчас вам сказать. Окей, а как на графике y от x будет меняться? Ну, график этой функции мы все должны помнить. Это же гипербола. Стало быть, выглядеть она будет как вот такая вот кривая. Ну, и по ней, собственно, видно. Если одно увеличивается, другое уменьшается. Или наоборот. Если одно уменьшается, другое увеличивается. Там можно стрелочку поставить и это показать. Это график в виде гипербола обратно пропорциональной зависимости y от x. Да, тут все скажут, а что это, на графике-то нет такого. А может появится. Не торопитесь. Всему свое время. Вот. Поэтому мы это давайте с вами зафиксируем, осознаем. И будем теперь грамотно вот эти вот слова представлять в виде соответствующих математических записей. Итак, это первый пункт. Второй шаг, который мы с вами должны будем отметить, это набор формул, теоретических сведений, на базе которых мы будем разбираться с этими вот физическими величинами. Ну, тут было сказано про постоянное количество идеального газа. В целом, идеальный газ – это газ, где мы пренебрегаем взаимодействие между молекулами и их размерами. То есть, считаем молекулы материальными точками. Что значит неизменное количество? Это значит постоянное количество молекул. Ну, как правило, у нас N большое – это количество молекул. Это количество молекул. И оно у нас неизменное. Что это нам будет? Какие выводы это нам будет давать? Здесь надо вспомнить такую величину, как количество вещества. Количество вещества. Обозначается буковкой количество вещества. Ню. Н. Николай. Ню. Измеряется в молях. Количество вещества – это просто особый способ мерить число молекул в виде неких конечных порций, называемых условно молями. Ну, пару слов буквально. Берем газ, любое вещество, там очень много молекул. Их там очень-очень-очень-очень много. Там 10-23, 10-24, N молекул – их очень много. И не всегда удобно в N исчислять количественно, поэтому что решили сделать? Условно разделили вещество на порции. На порции по принципу, что в каждой порции находится N-A молекул. N-A – это есть некая постоянная, ее называют постоянной авагадра, числом авагадра. Это число равняется, если приблизить на 6 умножить на 10 в плюс 23 степени штук. Размерно чуть попозже допишу. Такая порция называется 1 моль. 1 моль. Ну, вот условно делим нашу, вот эту всю, весь этот газ на много таких порций. 1 моль, 2 моль, там 3 моль, 4 моль и так далее. Вот. По принципу, что в каждой такой порции, условно называемым одним молем, находится N-A молекул. Всего у нас N молекул. Всего у нас N молекул. Так вот, суть в том, что удобно именно показывать, а сколько таких порций приходится в целом на наше вещество, на наш газ. Тогда будет, вот, порядок степени не очень высокий. Там 3 моль, 4 моль, 10 моль. Ну, удобнее получается. Короче говоря, количество вещества можно в виде вот этих порций представлять. Молей. Это есть число всех молекул разделить на количество молекул в одной порции. Тогда число порций таких мы получим. N делить на N-A. На вот это самое постоянное. То есть, можно сказать, количество вещества показывает, сколько молекул в веществе по отношению к постоянной авагадро. Сколько таких желтеньких кусочков, молей, порций. В этом суть. Ну, и вот тут, учитывая, что для него в системе С придумали единицу измерения моль, а N число молекул, величина безразмерная, для постоянной N-A сделали, вынуждены сделать единицу измерения моль в минус первой степени. Только тогда, с точки зрения размерности, все будет ток. Вы безразмерного число молекул N делите на постоянного авагадро, который меряется в моль в минус первой степени, получаете как раз моли. То есть, в системе С международной единицы измерения количества вещества как раз моль. Все очень удобно. Так вот, немножко сказали про то, что такое количество вещества. Мало ли, не все знают. Все-таки мы стараемся здесь максимально, такого структура этой рубрики, подробно к всему подходить. Если у нас постоянное количество газа, постоянное количество молекул, значит, постоянное количество моли вот этих порций вещества. Это надо четко понимать здесь. То есть, фактически, фраза постоянное количество газа будет означать буквально следующее. Это означает, что число молекул неизменно. Ну, а это, на самом деле, для формулы просто будет нужно, что то же самое количество вещества, которое меряется в молях, тоже будет являться неизменной величиной. И вот это здесь, на самом деле, мы даже это выделим, является самым таким главным. Вроде как, понятным, очевидным, но, тем не менее, лучше было про это таки выделить. Тут, мол, точка, это молекул, у меня просто не влезло. Вот. Это вот такой вот второй пункт, который мы выделили. Крутой пункт. Дальше третий, поехали. Давайте поговорим про то, что есть концентрация молекул. Это физическая величина, которая показывает, сколько молекул вещества находится в единице объема. Вот. То есть, концентрация N – это есть число молекул разделить на тот объем, который все эти молекулы занимают. Вот четкое как бы соотношение. Вот. И учитывая, что N – константа, сразу вопрос. В общем случае, как у нас концентрация и объем связаны, ориентируясь на пункт первый, прямо или обратно пропорционально? Вот сейчас каждый правильно озвучил. Обратно пропорционально. Концентрация и объем меняются всегда обратно пропорционально друг к другу. N тут как K, это Y, это X. Ну, вы поняли. Нам это потребуется. То есть, если концентрация растет, объем будет падать. Если концентрация падает, объем будет расти. Когда падает объем, говорят, сжимается газ. Когда растет объем, расширяется газ. Ну, у нас здесь концентрация, вы догадались, нам это будет нужно. Супер, мы это отметили. Можно даже не полениться это написать еще раз. Хотя тут, в принципе, это было, да, что это концентрация. Концентрация – это как определение. Ну, а самое главное все-таки здесь будет выделить основные уравнения, которые будут описывать поведение газа. Стоит их выделить два. Итак, первое уравнение. Давайте это вообще будет пункт четвертый у нас с вами. Это основное уравнение молекулярно-кинетической теории. Основное уравнение молекулярно-кинетической теории. МКТ. Выглядит оно так. Давление газа, П, оно определяет интенсивность взаимодействия молекул газа со стенками сосудов, в котором этот газ находится. Давление показывает то, как часто молекулы газа соударяются со стенками сосудов, в котором газ. Это и есть произведение концентрации на постоянную Больцмана, на температуру. Температура, кстати говоря, у нас везде в наших школьных задачах по физике в Кельвинах. Это абсолютная температура. Не в Цельсиях, в Кельвинах. Чтобы из Цельсий получить температуру в Кельвинах, нужно прибавить 273. То есть температура по Кельвинам – это температура по Цельсиям плюс 273. Мгновенные значения этих температур сдвинуты на 273. А изменения температур по обеим шкалам, естественно, будут одинаковые. Что здесь такое К? Нет, нет, это не тот коэффициент, который был в первом пункте. Это тоже некое постоянное. Постоянные Больцмана ее будут называть. Конечно, наверное, сейчас нам здесь не очень важно соответствующее значение этой постоянной для задачи. Но грех будет не записать. Так что я позволю себе все-таки это сделать. Итак, постоянная Больцмана К – это 1,38 на 10 в минус 23 степени Джоуль на Кельвин. Вот. Конкретно нас все-таки здесь будут интересовать те величины, которые, как правило, в процессах претерпевают изменения. Могут меняться. Это концентрация, температура, давление. Температура у нас показывает то, как быстро молекулы двигаются. Это мера средней технической энергии движения молекул. Вот. Выделили. Это уравнение, если мы будем использовать при решении задачи с развернутым ответом, лучше, конечно, как-то пару слов здесь закидывать, писать по основному уравнению МКТ. Текст здесь все-таки тоже важен. Иногда под ним понимают немножко другую формулу. Две третих – НЕ, где Н концентрация, а Е средняя кинетическая энергия поступает на движение одной молекулы. Но все зависит от литературы. Вот. Кто-то вообще говорит, что это одна из форм записи уравнений Медилеева-Клапирона. Давайте мы договоримся в рамках этого ролика, что мы будем именно такой вариант называть основным уравнением МКТ. Хорошо? Хотя, конечно, здесь дискуссий может быть много. Далее, пятая позиция. И, пожалуй, самое-самое-самое-самое главное. Уравнение, которое знают все, кто изучал молекулярно-кинетическую теорию. Уравнение, без которого не обходится ни один государственный экзамен по физике. Это уравнение Менделеева-Клапирона. Итак, давайте его с вами запишем. Уравнение. Уравнение. Естественно, можно сокращать, но давайте мы с вами таки запишем полностью. Менделеева-Клапирона. Клапирона. Что можно сказать про него? Это уравнение устанавливает взаимосвязь между основными характеристиками, макроскопическими параметрами, которыми у нас вписывается газ. Это давление P, это объем V и абсолютная температура T. И содержать это уравнение, не просто так про это говорил, будет количество вещества. Правда, еще постоянная одна появится. Третья, помимо постоянной авогадры и постоянной больственной, будет универсальная газовая постоянная. Давайте запишем это уравнение. Давление умножить на объем, это и есть количество вещества умножить на газовую постоянную и на температуру. Вот что-что, а это уравнение надо знать. Его нужно уметь применять. На базе него будут решаться все задачи вот такого типа. Это важно. Так, про R. Универсальная газовая постоянная. Конечно, сейчас в этой задаче нам это значение не очень будет важным, да, вот этой самой постоянной. Но давайте все-таки вот, чтобы было все полноценным, все равно запишем. В общем случае, газовая постоянная, это 8,31. Джоуль делить на Кельвин, делить на моль. Вот, иногда тут 8,3 правда берут значение, но все зависит от того, где вы решаете задачу. Экзамен это или нет. Обычно на ЕГЭ, например, там список постоянных началь дают и на него просто все смотрят, да. Там школе или еще где-то могут не давать. В общем случае 8,31, да, вот если вот поточнее. Вот, Джоуль делить на Кельвин на моль. Универсальная газовая постоянная. Главное в этом уравнении, он на самом деле надо выделить здесь, это все-таки тот факт, что она устанавливает связь между давлением, объемом, количеством вещества и температурой. Так вот, фактически мы с вами будем строить все наши решения и отрабатывать соответствующие умения и навыки на базе как раз вот этого соотношения. Оно сейчас войдет в основу фактически того, как мы будем качать и погружаться в мир этой задачи. Так что его прям вот выделить миллионом восказательных знаков, если вот знаете, ну просто зафиксируйте его сейчас для себя. Кто не знает, вдвойне зафиксируйте, но вот это прям будет вот прям очень нужно. Ну вот из таких каких-то формульных аспектов, наверное, все. Да, еще. Его по-любому надо как-то озвучивать, когда вы его используете при решении задачи с развернутым ответом. Всегда надо писать, стараться там по уравнению деляем клаперон. Можно сокращать там по уравнению mend. там defis club. Да, то есть, ну прям писать уравнение mk, как многие любят, но я бы не стал. Аббревиатура, это конечно хорошо, но в пределах разумного. Главное, короче, чтобы просто было понятно. Шестая позиция. Поговорим про основные процессы, которые могут происходить с газом. Изобарный, изохорный, изотермический. Что-то про это надо выделить и показать, как здесь вообще можно рассуждать. Значит, первое, что, наверное, мы с вами рассмотрим, выделим, это изобарный процесс. Что это такое? Изобарный процесс, происходимый с газом. Бар. Бар, это единица измерения давления. Здесь в пятой паскале. Вот. Барометр, прибор, измеряющий атмосферное давление. На основании вот этих вот данных можно запомнить, что это процесс, происходимый при неизменном давлении. То есть, можно сказать, что это процесс, в котором, и прямо это четко здесь выделить, записать. Во-первых, давление не меняется. На самом деле, в общем случае, еще и количество вещества меняться не должно. Ню константа. Хотя, очень часто почему-то про это никто не говорит и понимает под этим процессом только то, когда давление неизменное. Но вот более полно выглядит именно так. Что можно сказать про другие характеристики основные? Из числа основных это объем и температура. На самом деле, проще всего это сделать, используя для каждого промежуточного состояния этого процесса уравнение Менделеева и Клаперона. Давайте его запишем и договоримся, что те величины, которые у нас будут оставаться неизменными, я просто-навсего буду обводить в кружок. Ну что ж, посмотрим. R – постоянная величина. Ню – постоянная величина. Давление – постоянная величина. Потому что мы процесс рассматриваем именно изобарный. Мы видим, что объем по левую часть от знака равно температура, по правую часть. То есть, фактически, объем – это некое постоянное умножить на t. Как меняется, вспоминайте пункт первый, объем по отношению к температуре. Как? Прямо, обратно пропорционально. О, тут прямо. Дело просто в том, что если это переписать в том виде, где все, возможно, изменяющиеся величины находятся в левой стороне, а все постоянные справа, то мы отчетливо с вами увидим, что это все константа. А мы с вами говорили, что если одна величина разделить на другую – это что-то неизменное, то эти величины меняются прямо пропорционально друг к другу. То есть, в изобарном процессе объем и температура меняются прямо пропорционально друг к другу. То есть, если одна величина будет увеличиваться в какое-то количество раз, то другая будет также увеличиваться в это же количество раз. Но если одна будет уменьшаться, то и другая будет уменьшаться в то же самое количество раз. Так V и T меняются прямо пропорционально друг другу. Вот прям важно это. То есть, видите, исходя из просто уравнения Менделеева и Клаперона, мы с вами уже получили некие знания здесь, которые можем смело как-то использовать. Это очень круто. Но на самом деле есть и без уравнения Менделеева и Клаперона соответствующий газовый закон, который об этом говорит. И можно не приводить вот такие рассуждения, ссылаясь на уравнения Менделеева и Клаперона, а воспользоваться просто этим законом. Его называют закон Гей-Люссака. То есть, как альтернатива этим рассуждениям, можно упомянуть именно этот закон. Закон Гей-Дефис-Люссака. Он гласит, что в изобарном процессе объем и температура меняются прямо пропорционально друг другу. Можно так и написать. Ну, очень часто здесь будут спрашивать, а обязательно ли это знать. Нет, можно сразу вот это проводить и все. Не обязательно для ЕГЭ, тем более. Но, поверьте, запоминают это лишь немногие. Запоминают это лишь немногие. Поэтому, если в рамках экзамена вы все это хорошо понимаете и ссылаетесь на это, психологически это имеет более выигрышную позицию, чем когда вы делаете все по Менделееву и Клаперону. Это надо четко понимать на самом деле. Вот, ну и если как-то по графикам, давайте попробуем поанализировать, рисовать все эти процессы. Здесь обычно приводят всегда три диаграммки. Давайте попробуем это сделать. Первая ПВ диаграмма у нас стандартная будет. Допустим, у нас объем увеличивается в изобарном процессе. Тогда температура будет увеличиваться. Как в ПВ координатах это выглядит? Ну, смотрите, П константа. Давление П не меняется. Оно ни вверх и ни вниз. Оно постоянное. Значит, отрезок горизонтальный прямой, если давление не меняется. Ну, и я сказал, там объем пусть растет. Значит, со стрелкой вправо вот так вот будет выглядеть наш процесс. Пунктируем П, П, мы уже отметили П, П константа. Окей, другую диаграммку можно попробовать изобразить. Например, зависимости объема от температуры. Как здесь все дела будут обстоять. А тут интересно. Объем и температура прям пропорциональны. Значит, в координатах ВТ графика прямая, через начало координат. Помните, это обсуждали. Ну, если объем растет, то и температура растет. Итак, вот пунктиры сначала введем. И прям показываем эту прям пропорциональную зависимость. Если В растет, Т растет. Вот так график будет выглядеть. Хорошо. Последнюю диаграммку надо привести. Это ПТ. Зависимость давления от температуры. От температуры. Ну, тут похожая история, как здесь. П, давление, которое по оси ординат, не меняется. Оно не увеличивается, не уменьшается. Оно постоянное. Поэтому это будет соответствующее неизменному давлению П. Отрезок горизонтальный прямой. Можно так и отметить. Ну, и стрелочкой ее все-таки всегда стоит ставить. Показываем, что Т увеличивается. Вот так вот все у нас обстоится за барным процессом. Второй процесс, который мы с вами рассмотрим, это изохорный процесс. Процесс, происходящий при неизменном объеме и количестве вещества. Ну, хора в переводе с греческого, по-моему, означает пространство. Так можно построить ассоциацию на предмет того, что вот изохорный, хора, хорный. Почему это вот именно неизменность объема будет соответствовать. Давайте здесь, для произвольного промышуточного состояния, запишем уравнение Менделеева-Клаперона. И снова те величины, которые не изменяются, обведем с вами в кружок. На сей раз, помимо количества вещества и газовую постоянную, у нас не меняется объем. Очень похоже с изобарным процессом, но функцию объема теперь давления будет выполнять. Обратите внимание, давление слева от знака равно, температура справа. Сделаем так, что то, что постоянное в правой части, то, что может меняться в левой части. Вот так это будет записываться. Ну и поскольку new R делить на V это константа, мы получаем с вами, что на сей раз уже давление и температура меняются прямо пропорционально друг другу. То, что P делить на T это константа. То есть вот так вот, из таких соображений, да, мы делаем такой вывод. Это справедливо для изохорного процесса. Естественно, сам факт того, что P и T меняются прямо пропорционально друг другу для изохорного процесса, надо как-то пояснять, если говорить про ЕГЭ. Либо, как я сейчас здесь привожу, либо вот ссылась на соответствующий закон. Он сейчас тоже будет, закон Шарли, он называется. Вот такая же история про изообарный процесс. То, что там сразу без вывода, то, что V и T прямо пропорционально использовать плохо, надо показывать там либо по закону Гео-Люсак, либо за Менделеева Клаперона, как я делал в верхней точке. Итак, здесь по ИТ прямо пропорциональный друг другу. Всегда вот так вот просто можно, грубо говоря, это просто получить. Никаких проблем нету, как я показал. Можно воспользоваться соответствующим законом. Это, в общем-то, было на самом деле даже определено доме уравнения Менделеева Клаперона. Закон Шарля. Закон Шарля. Обязательно ли его запоминать? Нет. Повторяю, всегда можно по Менделееву Клаперону. Этот закон говорит о том, что в изохорном процессе, в изохорном процессе, вполне конкретно, в изохорном процессе, что у нас с вами справедливо? То, что P делить на T константа, то есть давление и температура меняются прямо пропорционально друг другу. Как запомнить, что именно такая фамилия? Ну, шар, объем как бы, да, изохорный процесс, вы поняли. И также давайте попробуем это все на диаграммках представить. В явном виде, конечно, мы пока еще не пришли к решению задачи, но вот эти вот навыки, вот этот прогон всего просто необходим, чтобы достигнуть цели. Цель научить сформировать определенные навыки. Итак, давление от объема как будет меняться? А объем не меняющийся, он теперь по оси абсцисс. Объем наменяется. Объем, то есть он не увеличивается, ни вправо, ни влево не уменьшается. Он постоянный, отрезок вертикальный прямой. Вот. Ну и давайте рассматривать ситуацию, когда давление, допустим, растет. Тогда стрелка вверх, да, то есть поувеличивается. Следующую диаграммку возьмем. Пусть будет диаграммка ВТ. Зависимость объема от температуры. Теперь объем по оси ординаты, он не меняется. То есть он ни вверх, ни вниз. Он не увеличивается, не уменьшается. Это выходит, отрезок будет горизонтальной прямой, соответствующей вот этому самому объему. Кстати, этой прямой здесь надо направление указать. Ну, мы сказали, пусть давление растет, а если давление растет, то температура будет расти. Причем в то же самое количество раз. Т растет, то есть как бы вправо. О, готово. Кстати, здесь тоже было бы неплохо показать. Там пунктирчиком, вот он, В, В не меняется. И последнее. Диаграммка ПТ. В зависимости давления от температуры. Было бы здесь интересно посмотреть. А тут как раз опять тот самый случай. Если П и Т меняются прям пропорционально друг другу. П делить на Т константа. П, Т как Y, X, да? Y равно K, X. Гляфика прямая, через начало координат. Ну и можно это совершенно смело показать. Вот. Так это выглядит. И если П и Т растет, стрелка туда. Вот. Так у нас все обстоит с изохорным процессом. Третий процесс изотермический. Это процесс при неизменной температуре и неизменном количестве вещества. Ну, как запомнить? Термометр. Прибор, который показывает температуру. Терм. Температура. Ну, вроде как, ассоциация вполне явная. Тут, правда, есть нюансы. Опять, иногда бывает задач под изотермическим процессом. Понимается именно только тот, в котором температура не меняется. Количество вещества может меняться. Там, в задачах на влажность, например. Но мы сейчас не будем на этом застрять внимание, да? В общем случае, сейчас это вот у нас именно так. Так, давайте думать, как все здесь. Опять, для произвольного промжуточного состояния пишем уравнение Менделеева-Клаперона. У нас идеальный газ участвует в изотермическом процессе. Те величины, которые не меняются, обводим в кружок. И помимо количества вещества и газа постоянной, теперь это температура. То есть, получается, вся правая часть этого уравнения неизменна. И это можно так и написать, что давление умножить на объем, есть величина постоянная. Ну и давайте вспоминаю первый пункт, да? Вот то, что было под цифрой 1. Как давление и объем меняются друг по отношению к другу? Прямо или обратно пропорционально? Обратно пропорционально. Если произведение двух буквок неизменно, если одна буковка будет расти, другая должна падать, иначе произведение не будет постоянным. Обратно пропорциональная связь. P равно константа делить на V. Y равно K делить на X. В PV-координатах гипербола. Это обратно пропорциональная зависимость. То есть, в этом процессе давление обратно, мы не поленимся это и запишем вместе с вами, обратно пропорционально, про, господи, порционально, пропорционально объему V. Если объем будет увеличиваться, соответственно, давление будет уменьшаться. В то же самое количество раз. Можно это показывать, вот этот сам факт, по уравнению Модилеева-Клаперона. А можно ссылаться на соответствующий закон. Это закон Бойля-Мариотта. Записывается он так. Закон Бойля-Дефис-Мариотта. Он гласит, что в изотермическом процессе, в изотермическом процессе как раз-таки давление и объем обратно пропорционально, обратно пропорциональны друг другу. То есть, P умножить на V есть константа. Вы можете ссылаться на этот закон и после этого использовать данный факт, если вы точно знаете, что процессы драмические. А можете писать, как я это делал Модилееву-Клаперону и оттуда это получать. Но в любом случае, вот если мы говорим о ЕГЭТ, надо это всегда показывать. Там в олимпиадах можно сразу, естественно. А в рамках экзамена нужно пояснять, почему P и V обратно пропорциональны друг другу. Либо доказываете по Модилееву-Клаперону, либо ссылаетесь на соответствующий закон. Вот. Ну что здесь можно отметить? Графики все так же. Давайте начнем с P и V. И это, пожалуй, здесь самая интересная диаграммка. Потому что P и V это как раз те самые две величины, которые меняются обратно пропорционально друг другу. Y, X равно константа. То есть Y равно K делить на X. P равно константа делить на V. График гипербола. Ее надо нарисовать. Ну, предположим, объем растет в нашем процессе. Тогда давление будет падать. Пожалуйста. Это вот гипербола. Давайте другие координаты. Координаты VT, допустим. Зависимость объема от температуры. Ну и сразу же, наверное, нарисуем PT. Зависимость давления от температуры. Почему сделали сразу? Потому что и там, и там температура по оси абсцисс, а она, пардон, не меняется. То есть температура по оси абсцисс не меняется. Она не увеличивается, не уменьшается. То есть ни вправо, ни влево. Это отрезок вертикальный прямой. И там, и там можно совершенно смело это показать. И это здесь будет самое главное. Единственное, вот давайте все-таки пунктирчиком и отметим, что вот тут именно вот T, T не меняется. Тут вообще как бы прямой угол. Единственный момент. Стрелочки. С ними надо быть аккуратными. Объем-то у нас растет, но давление-то падает. Вот, поэтому если здесь стрелка вверх, где объем, она показывает, что он увеличивается, то тут вот вниз, потому что давление падает. П и В меняются обратно пропорционально друг с другом. Это что касается термического процесса. На самом деле можно рассматривать и другие процессы, но вот это три самых главных, самых основных. Вот мы этот пункт шестой сейчас с вами выполнили. Ну и поговорим про энергия. Про работу газа, внутреннюю энергию газа и теплоту, которую получает газ. Про энергетический обмен с газом. Седьмая позиция. Первое начало термодинамики. Давайте я его сразу же озвучу, а потом мы начнем его качать и пытаться в это погружаться. Естественно, нам это потребуется, чтобы разобраться с вторым вопросом. В общем случае, выглядит он так. Количество теплоты, подведенное к газу, ку, буковкой мы будем это обозначать, идет неизменение внутренней энергии газа, дельта у, изменение внутренней энергии, то есть это конечная внутренняя энергия газа минус начальная внутренняя энергия газа, плюс так называемая работа газа А. А это работа сил, с которыми газ действует на стенке того сосуда, в котором он находится. Вот. Мы не будем сейчас здесь, конечно же, с вами подробно теорику это разводить, выделим только конкретные факты, которые нам будут нужны. Но самое главное здесь будет разобраться именно с величинами. Вот. Итак, первая величина, ку, это количество подведенной теплоты. Подведенной теплоты. И это количество может, как бы оно сейчас странно ни звучало, быть как положительным, так и отрицательным. На самом деле, по знаку этой величины мы и будем определять в действительности. Теплота подводилась к газу, то есть он ее получал. Или теплота отводилась от газа, то есть он ее отдавал. Вот. Итак, если ку равно плюс 100 джоулей, ку больше нуля, это означает, что мы к газу подвели 100 джоулей теплоты. И он их, соответственно, получил. Понимаете? То есть, если ку больше нуля, теплота в действительности подводится. Можно так и писать. Если ку большую больше нуля, то теплота в количестве ку действительно подводится. Действительно подводится к газу. То есть он ее получает. Подводится к газу. Иная ситуация. Что если вот здесь слева от знака равно в качестве этой буковки ку находится, например, минус 200 джоулей. То есть ку равно минус 200 джоулей. Ку отрицательно. То есть количество подведенной теплоты отрицательно. Как так? А это как раз означает, что она отводилась. То есть газ отдавал энергию. Вот что это значит. Причем отдавал он ее в количестве 200 джоулей. То есть фраза того, что количество подведенной теплоты ку равно минус 200 джоулей означает, что теплота в действительности отводилась в количестве плюс 200 джоулей. Если подведенная теплота минус 200, значит отведенная плюс 200. Поняли мысль? То есть вот эта левая часть, она на самом деле этого вот первого начала, там закона, можно и так и так называть, гораздо глубже, чем кажется вот эта левая часть этого уравнения. По ее знаку мы как раз и понимаем, подводится теплота или отводится. Итак, если получилось, что ку меньше нуля, то есть подведенная теплота отрицательная, то теплота в действительности, давайте так напишем, в действительности, в действительности, лучше это прям все записать, отводится от газа, ну то есть это означает, что газ отдает энергию, отдает теплоту, отводится от газа. Всегда у всех путаницы со знаком и с их интерпретацией, но я надеюсь, мы с вами это пояснили, это очень важно. Так, поехали дальше. Поговорим не про изменения внутренней энергии, а просто про внутреннюю энергию. У внутренняя энергия газа, если газ является идеальным одноатомным, ну вот в рамках ЕГЭ у нас это всегда так. Давайте без вывода отметим, внутренняя энергия, представляющая из себя сумму только кинетических энергий молекул, будет определяться как три вторых произведения количества вещества, на газовую постоянную R и на абсолютную температуру в Кельвинах. Вот вполне конкретная формула, ее стоит всегда анонсировать, если вы по изменяющейся температуре делаете вывод о том, как будет меняться внутренняя энергия. Итак, внутренняя энергия идеального одноатомного газа. Внутренняя энергия идеального, ну у нас в рамках именно базовых таких задач, в рамках экзамена, в рамках ЕГЭ, естественно, только идеальный газ идеального, ну за исключением темы влажности, но об этом надо отдельно говорить. Внутренняя энергия идеального одноатомного газа, одноатомного газа. Главную формулу не забывайте всегда упоминать, когда будете делать выводы о том, как меняется U, если вот вы знаете, как меняется T. Стало быть, если мы говорим про изменения внутренней энергии, дельта U, дельта не всегда все правильно понимают, изменение внутренней энергии. Прямо не ленимся, пишем это, это очень важно. То здесь важно осознавать, что изменение внутренней энергии, это внутренняя энергия конечная, в рамках того процесса, который рассматриваете, у конечная, минус внутренняя энергия начальная, у начальная. Понимаете? То есть фактически, если принимать во внимание факт того, что количество вещества в рамках основных процессов, по крайней мере, у нас остается неизменным, можно так и написать по этой формуле, что это будет 3 вторых, ню R, T конечная, минус T начальная. То есть то, как меняется температура, будет показывать, какой знак будет иметь изменение внутренней энергии, то, как она себя будет вести. То есть, грубо говоря, если у нас, например, нагрев, температура растет, T конечная больше, T начальная, ΔU положительно, внутренняя энергия увеличивается. Если у нас охлаждение, T, температура падает, T конечная меньше, T начальная, ΔU отрицательно, внутренняя энергия будет падать. То есть о том, что происходит с внутренней энергией, увеличивается она или уменьшается, соответственно, изменение, положительно или отрицательно, мы можем с вами понять, просто посмотрев на то, как меняется температура газа. И этого будет более чем достаточно. Ну и, наконец, последнее. Это работа газа. О ней мы не будем в полной мере сейчас с вами вести рассуждения, потому что это отдельное, можно сказать, видео. Это довольно долгая процедура. Главное понимать четкое определение словесное. Почему-то все здесь стараются формулу написать. Еще, не дай бог, она будет P-дельт-В. Будто бы P-давление всегда неизменное. Вот. Там надо уточнять, что процесс малый. Очень много нюансов. Вот лучше словесно понять, что это такое. Работа газа — это механическая работа, сила, с которыми газ действует на стенке того сосуда, в котором он находится. А газ, он всегда, вот если сосуд себе представить, он вот так вот изнутри во внешнюю часть как бы оказывает давление. Вот так вот давит. Поэтому, если, например, объем газа будет увеличиваться, стенки сосуда будут смещаться в направлении тех сил, с которыми газ на них действует. А стало быть, работа этих сил будет положительной. Работа газа будет положительной. При расширении газ совершает положительную работу, потому что стенки сосуда смещаются в направлении действия тех сил, с которыми газ на них действует. Это мы запишем сейчас. Обратная ситуация. Если вдруг сосуд сжимается, объем газ уменьшается, тогда стенки сосуда двигаются против тех сил, с которыми на них газ воздействует. А стало быть, механическая работа этих сил будет отрицательной. Работа газа будет отрицательной. При сжатии газ совершает отрицательную работу. Словесное определение работы газа надо знать. Это работа тех сил, с которыми газ действует на стенки сосуда. Написано в любом учебнике. Это вот четкое вполне определение. Оно не в виде формулы. Поэтому давайте вот эти выводы здесь основные сделаем. Если объем газа увеличивается, увеличивает в скобках расширение, это следствие определения, а не в формулы какой-то, то газ совершает положительную работу. Ну и обратная история. Тоже здесь выделим, напишем. Если объем уменьшается, ну мы это все дело сопровождаем фразой сжатия газа будет происходить, сжатие, то барабанная дробь работу газ будет совершать отрицательную. Ну и записывать сюда не будем, вы можете. А когда работа газа 0? Ну когда стенки сосудов не двигаются, то есть объем не изменен. В захорном процессе, где объем газа не меняется, стенки сосуда неподвижные, точки приложения сил, с которыми газ действует на стенки, неподвижные, работа вот этих сил, с которыми газ действует, будет тогда отсутствовать. Поэтому работа газа будет 0. А равно 0, если объем не меняется. Кажется, что этого более чем достаточно для качественного анализа того, где теплота подводится, где отводится. Кстати, особую роль это будет играть еще в задачках на КПД. Вот если бы у нас была сегодня другая задача, где надо было что-то посчитать, там, конечно, можно было бы гораздо более такую философию разводить на предмет работы газа, но всему свое время. Вот, мы здесь ограничимся этим. И как же вообще принципиально для того или иного процесса определять, теплота подводится или отводится? Записывая первый закон или начало, считайте это синонимы, термодинамики, и определяя знак левой части, знак буквы Q. Положительный подводится, отрицательный отводится. Как определить знак этого? А посмотрите знак этого. Как определять знак дельту, я объяснил по температуре. Как определить знак А, я объясню по объему. То есть, зная, как меняется температура и объем, мы сможем понять, какие знаки будут тут. А стало быть, сможем понять знак теплоты. Конечно, возможна ситуация в более сложных задачах, где там здесь знак положительный, здесь отрицательный, непонятно, что победит, чтобы понять, как будет с теплотой. Но у нас в рамках, вот, по крайней мере, этой задачи, такой ситуации не будет, поэтому мы не будем это отдельно рассматривать. Все, теоретические аспекты, которые здесь нужны, закончились. Теперь, на основании всего этого, мы начнем раскачивать вот эту модель и делать, не, не, не одну задачу, нет, а целых три задачи в одной. К решению задачи теперь с вами переходим непосредственно, нумерацию начинаем заново. и так, всегда следует помогать тому, кто будет проверять вашу работу и подсказывать, что происходит, какой процесс вы конкретно рассматриваете. Старайтесь в этом плане думать за проверяющим немножко, помогать ему, тогда и, собственно, само решение ваше будет даже выглядеть более читабельным, понятным, структурированным, в первую очередь, для вас. Итак, значит, мы будем, наверное, параллельно работать с этими тремя задачами, но единственное, на третью задачу будем в самом конце делать, а вот первых две будем за раз, рассматривать каждый из этих трех процессов в отдельности. Везде у нас структура будет одна и та же. Мы говорим, какой процесс рассматриваем, потом будем записывать объект нашего наблюдения, что мы конкретно видим из графика. Это не очевидно, вы должны показать, что конкретно вы видите. На предмет законов изменения соответствующих характеристик. А потом, по принципу причина-следствие, 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 мы будем, ссылаясь на законы молекулярно-кинической теории и термодинамики, делать соответствующие выводы, тем самым справимся с этими двумя задачами. В целом, все это оборачивает некий характерный тип ЕГЭшных задач под названием качественные задачи. Мы над ними сегодня с вами будем работать. Итак, рассмотрим процесс 1-2. Поехали. И вот здесь нужно научиться получать удовольствие от того, как вы это все расписываете. Многие начинают говорить, вот, мы, значит, сочинение пишем, зачем это надо. Ну, для того, чтобы формулировать мысли, вы это делаете в первую очередь. Это, на самом деле, очень полезный тоже навык, и не нужно здесь лениться. Рассмотрим процесс 1-2. Рассмотрим процесс 1-2. Итак, давайте сразу глядеть на график, что же мы оттуда видим. Сейчас каждый может про себя это проговорить. И с графиком. Ну, давайте вполне конкретно. Концентрация. Смотрим. Ни вправо, ни влево. То есть, не увеличивается, не уменьшается. Она постоянная. Ну, и стрелочка здесь вниз, то есть, давление уменьшается. Но это записать и стоит. Итак, концентрация непосредственно у нас постоянная. И давление уменьшается. Давление уменьшается. Здесь очень часто бывает, начинают спрашивать, а можно ли вот уменьшается, увеличивается вот эти вот слова стрелочками. Пишите, это в принципе понятно. Главное, чтобы решение было понятным. Я буду стараться все-таки писать текстом, так как мне кажется визуально даже более красиво решение будет выглядеть. Ну, что ж, теперь давайте начинать разбираться. Нам в конечном счете нужно разобраться будет с температурой, но прежде чем до нее дойти, в первую очередь обращаем внимание на то, что постоянное. Из этого всегда что-то следует. Мало того, что у нас концентрация неизменна, у нас еще постоянное количество газа идеального, то есть число молекул N не меняется, N большое, и количество моля вещества N не меняется. Ну, что ж, надо вспоминать соответствующую формулу. Что мы вполне конкретно здесь знаем? Значит, так как концентрация это число молекул делить на объем, концентрация маленькая не изменяется, число молекул N не изменяется, то какой вывод мы можем сделать? Две буквы не изменяются, значит, третья постоянная. Объем не изменяется. То есть мы с вами получили процесс какой? И захорный. пространство процесс при неизменном объеме. Может даже это подчеркнуть, то есть я бы даже здесь написал, что и захорный процесс мы с вами рассматриваем. И захорный процесс. Значит, в захорном процессе у нас есть соответствующие законы. Мы говорили, что давление и температура прям пропорциональны. Можно это показывать из уравнения Менделеева к Клаперону. Вот. А можно соответствующий газовый закон упоминать. Ну, закон какой? Шарля. Ну, его можно не помнить, но я напишу и так, и так. Давайте сначала по классике. Значит, по уравнению Менделеева к Клаперона, по уравнению Менделеева к Клаперона, вот, говорил, как сокращать, можно вот так писать, Менд Клап. Произведение давления на объем это количество вещества Ню, газовая постоянная Р, температура Т. Ню число Моль не меняется, потому что у нас постоянное количество газа. Но в любом случае мы это как бы написали, это уже очень и очень неплохо. Вот. А откуда вполне конкретно можно выразить то, что в целом явным образом непостоянным является давление и температура. P делить на Т, прям можно смело выражать, давление делить на температура это что такое? Это количество вещества R делить на объем V. Мы знаем, что количество моли и объем мы только что показали постоянное, значит, P делить на Т, это есть величина постоянная. Вот. То есть здесь ставим точку и следующую мысль так и пишем. Так как количество моли и вещества у нас не меняется, объем у нас с вами не меняется, четкая причина следственная связь. И, соответственно, мы знаем, что давление делить на температуру это ню R делить на V, то вывод вполне конкретный, давление делить на температуру есть величина неизменная. Ну, поскольку у нас ни ню ни V не меняются. Давление и температура прям пропорциональны. Нет, многие тут начинают так это же понятно, а что сразу отсюда это не написать? Ну, в принципе, можно, это, конечно же, примут, но опять, я еще с этого начинаю, этот видеоурок, он образовательный. его цель чему-то научить первую счет тех людей, которые не так хороши в физике, поэтому мы пишем максимально подробно и порой даже подробнее, чем того требует сам экзамен. Это касается как раз этих двух точек, в идеале объединить. Вот, чем это можно было бы заменить на самом деле? Да можно было вспомнить закон Шарля, то есть в принципе вместо вот этих самых двух точек, да, вместо вот этих самых двух точек, напишу это отдельно здесь, в виде этой точки, оранжевого, можно было сказать, по закону Шарля, по закону Шарля, он описывает как раз формально то, что в захоронном процессе происходит, по закону Шарля, у нас в захоронном процессе давление и температура прям пропорциональны друг другу. И на самом деле это даже круче, если вы будете использовать газовые законы, тоже знают их обычно единицы, типа Меделеева клаперона делают, ну вот кто запомнит, конечно, лучше оранжевый вариант здесь представлять, намного это будет эффектней выглядеть, нежели чем белый, но белый он такой, в общем-то говоря, емкий тоже, понятный, это именно некий такой навык, который мы сейчас вместе с вами формируем, то есть вот вместо этих двух строк можно писать это, это нормально, но я в любом случае это уберу, будем считать, что оранжевый у нас это что-то типа временного текста было, вот, давайте теперь соображать, что с температурой, мы говорили, что прямая пропорциональная зависимость, это зависимость, где у нас две величины меняются по одинаковому закону, да, то есть увеличивается, увеличивается, уменьшается, уменьшается, и в одинаковое количество раз, но мы-то знаем, что давление уменьшается, мораль, значит температура будет уменьшаться, причем в то же самое количество раз, поэтому опять по принципу причины-следствия так с вами писать и будем, так как причина давление и температура прямо пропорциональны друг другу, это еще не вся причина, и давление уменьшается, да, и давление уменьшается, вполне конкретно, и давление уменьшается, то, понятное дело, тоже можно сокращать, следствие, температура тоже будет уменьшаться, вполне конкретное следствие у нас здесь выделить то температура t уменьшается вот мы фактически разобрались с первой задачи на в рамках вот этого процесса 12 есть еще вторая задача получает газ теплоту этом процессе ли он ее будет отдавать вот здесь мы должны в любом случае что-то в плане внутренней энергии понять пусть то как мы поняли что происходит у нас макроскопическими параметрами основными а это объем он не меняется давление и температура они уменьшаются нам теперь надо лишь только с внутренней энергией разобраться и вот тут это принципиально важно всегда надо писать формулу то есть мы пишем не температура уменьшается значит внутренняя энергия уменьшается нет мы формулу указываем важный аспект тоже на предмет вот этих качественных заданий то есть мы напишем так как внутренняя энергия у нас определяется соотношением 3 вторых ню рт и температура уменьшается в идеале конечно бы еще сказать что количество вещества здесь у нас с вами она постоянным является но конкретно здесь я думаю это не самое главное задачках на влажность может быть это будет иметь определенное значение здесь я думаю можно это проигнорировать то если ты уменьшается и внутренней энергии будет уменьшаться да то есть вот теперь следствие причина от преследствия то внутренней энергии уменьшается но если давайте уже сокращать она уменьшается значит изменение внутренней энергии конечные значения минус начальное значение дельта у то бишь эта величина отрицательная что нам явно пригодится для первого закона термодинамики. Но надо сказать что-то про работу. Объем не меняется, процесс изохорный, работа равна нулю. Мы так и напишем. Так как объем у нас является величиной постоянной, просто понимая физическое определение работы газа, что это работа сил, с которой газ действует на стенке сосуда, мы делаем вывод, это причина, что работа газа равна нулю, а равно ноль. Ну, стенки сосуд неподвижные, пардон, работу совершать здесь нечему. Мы уже подготовились для того, чтобы вот это использовать в первом начале термодинамики, и обязательно его здесь надо упоминать. Поехали, последняя фактически точка. По первому закону, или первому началу термодинамики, по первому началу термодинамики, да, какие выводы мы с вами можем теперь сделать. Сначала мы должны записать формулу. Это надо делать. Количество теплоты, подведенной к газу Q, это изменение внутренней энергии газа ΔУ плюс работа газа А. Давайте, наверное, все-таки в виде отдельной точки напишем. Так как, так как, вполне конкретно, у нас с вами ΔУ отрицательно, работа газа равна нулю. Ну, формально вот эта формула выполняется Q равно ΔУ плюс А. Это причина. То, соответственно, следствие какое. Это отрицательная величина, это нулевая, значит, это отрицательная. То количество подведенной теплоты в этом процессе меньше нуля. Вывод. Если подведенное количество теплоты отрицательное, то в действительности теплота отводится от газа. То есть газ ее будет отдавать непосредственно. Ну, давайте это и напишем. Итак, в процессе 1-2 теплота в действительности, в действительности, в действительности, наверное, лучше здесь написать полноценно, да? В действительности. Отводится от газа. Отводится от газа. Прекрасно. Мы с второй задачей справились для этого процесса. Все супер. Вот. Ну, можно так для себя чисто вот это вот выделить, дабы все здесь помнить. Вот он, некий такой формат. Да, тут на самом деле можно сказать, что вот эти две точки, зачем их было порознь делать, зачем так подробно, вместе. Ну, наверное, можно действительно слепить вместе. Прямо вот в этой последней точке, здесь там в скобочках, где это формула, с первого начала транслянной динамики слова, и будет нормально. Но повторяюсь еще раз, и больше уже не буду. Наша цель сформировать навык, сформировать навык, где есть причины и следствия. Так как то-то, то значит это. Потому что в большинстве случаев, как показывает опыт, структура решений, которые предлагают учащиеся, выглядит так. Это набор следствий. Хотите верьте, хотите нет, но это вот грустная правда. И чтобы это сломать, чтобы сделать так, чтобы у каждого всегда был максимум баллов, и это прям на вот каком-то таком максимально, вот этот навык был максимально отработан, лучше вот через «не могу» стараться именно таким образом свои мысли излагать. Спустя некоторое время это доведется до автомата, и вы совсем не будете тратить на это время. Да и в конце концов, на самом деле, это полезно даже с точки зрения неких таких внутренних рассуждений в голове, когда вы анализируете ту или иную задачу. Будь она даже если не очень сложная, все равно как бы это очень важный момент. Тут всегда надо понимать, что одно дело, когда вот мы дома что-то решаем, а другое дело, когда мы на экзамене, задач не одна, а много. И вот как бы то ни было, учитывая ограниченность времени, психологический аспект, как бы выигрывают те, у которых сформированы навыки по тем или иным типажам задач. И это один из них, один из таких типажей, где можно очень легко набить руку. Так, с этим процессом 1-2 мы закончили, едем дальше. Второй процесс, это процесс 2-3, давайте смотреть на него. Что мы видим из графика? Ну давайте теперь внимательно посмотрим. Отрезок горизонтальной прямой, давление не растет, не падает, то есть вот ни вверх, ни вниз постоянно. Изобарный процесс. А концентрация, стрелка влево, она падает, надо записать. Итак, из графика давление постоянно, то есть мы с вами уже знаем о том, что это изобарный процесс по факту. Можно сразу же в скобочках это подписать. Бара, барометр, изобарный процесс. Неизменное давление. И концентрация наша здесь, она уменьшается. Концентрация уменьшается. Ну давайте ровно в том же стиле будем это делать. Итак, первое. Концентрация позволит понять, что с объемом. Так как, четкая причина. Концентрация, число молекул делить на объем. У нас постоянное количество газа, число молекул не меняется. И при этом концентрация у нас с вами уменьшается. Ну что же, мы видим. По факту, на самом деле, N умножить на V равно N большое, то есть константа. Выходит, концентрация N и объем V обратно пропорциональна. У них обратный закон изменения. Если концентрация уменьшается, объем должен увеличиваться. Ну видите, тут же знаменатель, обратная связь. Объем увеличивается, расширение. То есть на основании этого мы делаем вывод. Да, следствие то. Объем увеличивается, расширение, положительная работа газа. Объем увеличивается. Ну все, там больше не влезает. Так, как же подобраться к температуре? А вот тут опять две возможных техники. Первая это уравнение Меделеева-Клаперона. Вторая соответствующий газовый закон, который будет описывать изобарный процесс. Закон Гей-Люсака. И так, и так напишем. Итак, первый вариант, более такой, общеиспользуемый, наверное. По уравнению Меделеева-Клаперона. По уравнению Меделеева-Клаперона. Менда-Клап. Произведение давления на объем. Есть величина Нью-РТ. Нью-Количество вещества. Ир-Постоянная. Это температура. Температура у нас в Кельвинах. Вот. Ну и давайте вполне конкретно. Так как, как раз у нас ПВ. Даже, наверное, лучше не так сделать. А сразу, наверное, вспомнить о том, что непосредственно в изобарном процессе у нас уже объем пропорционален температуре. То есть, как бы В делить на Т константа. Может быть, имеет смысл отсюда сразу выразить это. Там я до этого писал слово «откуда», а сейчас вот уже начал что-то здесь записывать. Давайте через стрелочку. Значит, отсюда объем делить на температуру. Выражаем те величины, которые потенциально могут изменяться через то, что как раз неизменно. И это есть количество вещества Нью на газовую постоянную ЭР. Они постоянные. Нью постоянно, потому что постоянное количество газа. Делить на давление, которое у нас неизменно. Вот. И тогда лучше, наверное, сразу здесь будет вот про эту дробь что-то писать. Итак, давайте вполне конкретно. Максимально подробно, чтобы было понятно и ёжику. Так как В делить на Т. Это Нью-Р делить на П. В объем, Т температура, П давление. Количество вещества не меняется у нас. Давление у нас с вами не меняется. То, соответственно, следствие. Следствие очень простое. Выделить на Т. Это константа. То есть объем и температура прям пропорциональны друг другу. Да, очень такая длинная запись. Но на автомате пишется быстро. В принципе, можно было опять вместо вот этих двух позиций написать одну какую. Вспомнить, что в изобарном процессе верен закон Гей-Люсак. И просто на него сослаться. По закону Гей-Дефис-Люс-Сака у нас в изобарном процессе объем и температура прям пропорциональны друг другу. То есть меняются одинаково, одинаковое количество раз. То есть можно было не писать вот эти две строчки, а написать вот это вот оранжево. Как вариант. Это было бы даже как-то круче. Но опять вот это временно. Это я просто показал, как еще можно. Мы это уберем. Давайте мы с вами все-таки будем на максималках здесь действовать. То есть вот по Менделееву Клоперону вариант лишь здесь оставим. Чтобы это совпадало с результатом нашего... Ну, с тем, как мы анализировали предыдущий процесс. Вот 1.2, который был. Ну, хорошо. Мы знаем, что давление у нас постоянно. Мы знаем, что объем увеличивается. Ну, отсюда следует, что и температура увеличивается. Причем в то же количество раз, что и объем. Потому что объем и температура прям пропорциональны. Но это надо записать. Поехали. Значит, так как объем делить на температуру, это величина постоянная. Это еще не вся причина. И объем у нас с вами увеличивается. И V увеличивается. Теперь вся причина увеличивается. То давайте сразу следствие. V растет. T растет. Температура увеличивается. Т будет у нас с вами увеличиваться. Увели... Ну, понятно, увеличиваться. Кстати, можно даже будет, наверное, подчеркнуть вот эти законные изменения основных макроскопических параметров. Давление, объем, температура. Так, фактически мы разобрались с первой задачей, теперь к второй. С внутренней энергией надо разобраться. И стиль здесь тот же самый. Так как формула U равно 3,2 Нью-РТ. Да, вот здесь прошаренные ребята могут сказать, что если там у нас двухатомный газ. Я не видел в ЕГЭ такого никогда. Вот, там в основном одноатомные газы всегда, ну, за исключением темы влажности, там водяной пары, там формула все равно особо-то применяться никогда не будет в тех задачах, которые дают. Короче, во всех реальных задачах, которые можно повстречать, там одноатомный газ, поэтому всегда три вторых Нью-РТ. Это для двухатомного, трехатомного и так далее. Вот, вместо тройки может возникнуть другое число. Но это все же скорее физика такая более углубленная, не базовая. И в рамках этого ролика мы уж точно об этом говорить не будем. Именно поэтому, кстати, в кодификаторе всегда только такой вариант и пишут. Хотя, понятное дело, что это не для каждого из газов, только для одноатомных. Итак, так как U равно 3,2 Нью-РТ и Т увеличивается, вот она четкая полная причина, да. В идеале, конечно, бы еще сказать, что Нью-Константа, но здесь, я думаю, это не самое главное то. И U внутренняя энергия будет увеличиваться. А это прямым образом означает, что изменение внутренней энергии в рамках нашего процесса, Дельта-У, а речь про процесс 2.3, конечно же, больше нуля. Тут, конечно, можно начать тоже немножечко так придираться. А что у нас Дельта-У в этой пункте 2, а еще такая же Дельта-У была в пункте 1. Понятно, что это разные Дельта-У. Почему понятно? Разные же пункты, вы пункты поставили. Поэтому, кажется, здесь ставить индексы, типа вот в пункте 1 Дельта-У 1,2, в пункте 2 Дельта-У 2,3, непринципиально. Это не понятно, о чем идет речь. Понятно, что это разные Дельта-У. Вот. Теперь в плане работы. Тут опять мы это обсуждали, история с тем, как ведет себя объем. Что с давлением при этом, не важно. В увеличивается, значит, работа положительна. Значит, так и пишем. Так как объем увеличивается, объем увеличивается, расширение, ну, можно, на самом деле, даже было в скобочках здесь как-то отметить, да, что расширение, вот, в скобках расширение. То вывод, который мы с вами здесь можем сделать, работу ГАЗ совершает положительную. Да, вот в этом месте, стоит сразу признать, всегда находится много слушающих, которые начинают комментировать следующим образом. А вот у нас в школе учитель формулу здесь еще А равно П-Дель-ТВ пишет. Надо ее писать или нет? Кажется, нет, потому что, в общем случае, А в моих обозначениях это работа во всем процессе. Вот. А формула П-Дель-ТВ, она работает только для изобарного процесса. Да, вы скажете, здесь он изобарный. Здесь, да, вдруг в другом будет не так. Нам же нельзя эту формулу писать. Вы скажете, а вот можно писать, что маленькая работа там, ДА это П-ДВ. Да, но мы-то о большой говорим. Что потом с суммами иметь дело. Но мы сами себя, на самом деле, загоним в угол, если начнем с этими формулами работать. Вот. И в этом плане, на мой взгляд, надо быть максимально осторожными и четко помнить, что есть просто определение самой механической работы, о которой мы говорили. Совершенно не принципиально что там с давлением происходит. Если расширение, газ совершает положительную работу просто из-за определения. Если сжатие, соответственно, тоже. Вот. Поэтому, если здесь вот прям это принципиально, да, тут я бы жертвовал. Ну и давайте теперь с теплотой поговорим о ней. По первому началу термодинамики, по первому началу термодинамики, количество теплоты, подведенное к газу, Ку, это изменение его внутренней энергии Дельта У, плюс работа, которую совершает газ. Ну и опять, стиль тот же самый, причина-следствие. На самом деле, знаете, доходит до того, что очень многие... Зачем так подробно никакого времени на экзамене не хватит написать? Вот не поверите, на самом деле, вот при таком подходе его как раз и хватит. Навык, навык определяет всё. Навык, вот как это войдёт в голову. Не то, что мы как обезьянки чему-то там учимся, каким-то действиям определённых, не совсем. Мы учим мозг формировать и изъясняться в виде причины-следствия. А не как у всех, набор следствий, где обязательно за что-нибудь снимут бал, потому что предельщик просто не поймёт некую логическую цепочку рассуждений. В качественных задачах принципиально важным моментом является именно, чтобы была чётко видна логика. И мы учимся эту логику формулировать. Итак, так как у нас изменение внутренней энергии положительно, работа газа положительно, а Q это дельта у плюса, фактически в рамках теплоты Q мы складываем две положительных величины. Естественно, получится величина положительная. То Q больше нуля. То есть, теплота подводится к газу. Теплота подводится к газу. Газ получает теплоту. Такой вывод мы здесь, соответственно, с вами сделать и должны будем. Теплота. Теплота. В действительности. В действительности. Ну, я прям это слово неспроста пишу, на самом деле. Но, понимаешь, это обычно не сразу. Теплота в действительности подводится к газу. Подводится к газу. Ну, вот видите, мы и вторую задачу в рамках этого процесса с вами сделать смогли. Смогли сделать. Вот эту вторую для процесса 2.3. Победа. Третью давайте будем в самом финале делать. Наверное, просто даже напишем, как там все для каждого из процессов. Мне самому, наверное, это надо будет видеть прям четко. И потом уже будем рисовать графики. Ну, а вот здесь, пожалуй, только выделим. Да, то, что изменение внутренней энергии положительно. Работа газа положительна. Подведенная теплота положительная. То есть, она в действительности подводится. Ок. Процесс 3 здесь самый интересный. Давайте его рассмотрим. Процесс 3.4. Что же мы видим из графика? Внимательно посмотрим. Процесс 3.4 это отрезок прямой, проходящий через начало координат О. Это показано вот этим пунктиром. Что же тогда мы можем сказать про давление газа и его концентрацию в процессе 3.4? Что? Правильно. Они прямо пропорциональны друг другу. Из графика таки видно же, что во сколько раз у вас в процессе 3.4 будет меняться концентрация, в такое же количество раз должно и давление будет поменяться. То есть, когда у нас график в виде прямой через начало координат, это всегда говорит о том, что вот эти величины прям пропорциональны друг другу. У нас это давление газа и концентрация. А как это записывать математически? Мы еще в самом начале задачи говорили. p делить на n равно константа. Фактически это и будет что-то вроде углового коэффициента вот этой самой прямой. И это в первую очередь то, что мы должны будем увидеть из графика. Мы должны будем написать из графика, там не знаю, двоеточие, да? Давление делить на концентрацию есть величина неизменная. А уж только потом можно говорить о том, что как меняется. Поскольку стрелка вверх-вправо, то и давление растет, и концентрация, само собой, здесь будет увеличиваться. Это мы с вами напишем. Итак, давление увеличивается, давление увеличивается. Ну и концентрация увеличивается. Причем очень важно. В то же самое количество раз это возрастание происходит. Вот теперь наша логика пойдет. Ну давайте, наверное, сразу начинать с концентрации. Так как концентрация у нас число молекул делит на объем. Число молекул у нас постоянное количество газа не меняется. Последний раз фактически это сейчас пишем. А концентрация у нас с вами увеличивается. Концентрация у нас с вами увеличивается. Какой вывод мы можем сделать? Из этой формулы видно, поскольку V в знаменателе, что концентрация и объем, они обратно пропорциональны. То есть если N увеличивается, V будет уменьшаться. Ну действительно, V сюда перекиньте. Произведение N на V константа. То есть N и V обратно пропорциональны друг другу. N большой же ведь неизменная величина. Итак, объем V у нас с вами уменьшается. То есть фактически происходит сжатие газа. Сжатие. Ну это значит, работу газ уже совершать отрицательно здесь будет. Это вообще на самом деле классно. Так, теперь давайте попытаемся понять, а что за процесс. До этого мы практически сразу это понимали. Ну вот здесь из формулы для концентрации сразу следовало, что объем неизменный. Здесь в процессе 2.3 то, что процесс изобарный, было понятно просто из графика. А тут это как бы не явно. Надо это определить, ссылаться на соответствующие законы. Не сразу написать следствие, а мол, понятно, что он там, эзотермический. Ну это ничего не понятно. Вы должны, поскольку устного общения с тем, кто будет проверять вашу работу, оно отсутствует, своими записями дать понимание того, что вы не угадали, а четко это определили. Для этого нужна четкая причина. И кажется, что вот этот факт прямой пропорциональной зависимости как раз таково и является. Давайте лишь только вспомним о том, о чем говорит у нас основное уравнение МКТ. МКТ, ну это один из его вариантов. Мы в самом начале про это уже говорили, что чаще всего все-таки под ним понимается П равно 2.3 НЕ, где Е средняя энергия поступает на движение одной молекулы. Но опять зависит от литературы. Что страшного в том, что мы это уравнение точно так же назовем, нет. Давление газа, это концентрация молекул газа на постоянную Больцману, на температуру. Откуда? Давайте как раз с вами попробуем выразить то, что потенциально может меняться. Хотя, возможно, здесь имеет смысл прям эту дробь выразить просто. П делить на Н, это КТ. И вот та сразу будет понятна. Если эта дробь постоянная, то и температура постоянная. То есть теперь в рамках следующей точки мы так и напишем. Так как П делить на концентрацию, это КТ, и П делить на Н, это константа. Вот четкая причина, вполне конкретная здесь, да? То следствие какое. К постоянной Больцману, она, понятное дело, не меняется. Температура постоянная. А это говорит о том, что у нас с вами изотермический процесс. Процесс при неизменной температуре. Изотермический процесс. Видите, я даже не поленился и полностью это дело записал. Внутренняя энергия у нас с вами там меняться не будет. Так, ну что ж, это на самом деле уже классно. Можно попытаться даже все это дело здесь отметить. Мы знаем, что давление увеличивается, объем уменьшается, температура постоянная. Прекрасно. Тут даже особо никаких газовых законов то, в общем-то говоря, и не потребовалось. В принципе, можно было это основное уравнение МКТ, наверное, на Менделеево-Клаперон заменить и оттуда как бы получить в конечном счете, что температура постоянная. В принципе, вариантов масса. Как можно было дойти до этого вида. Теперь разбираться с теплотой будем. Начнем с внутренней энергии. Так как внутренняя энергия 3,2 Нью-РТ, так и температура постоянно. Ну, конечно, было бы неплохо еще сказать количество вещества постоянно здесь было бы совсем хорошо. Но я думаю, конкретно здесь все-таки это тема невлажности. Можно, наверное, это пожертвовать этим. То вывод очень простой. Внутренняя энергия у вас является постоянной, здесь температура не изменяется. А это означает, что будет. Это означает, что изменения внутренней энергии будет здесь просто на всего отсутствовать. Конечно, здесь надо быть аккуратным. Есть разные задачки. Бывают такие с подставой, где процесс не совсем изотермический. Все-таки изотермический это тот, где и температура постоянно, и количество вещества не меняется. Бывают такие процессы, где температура постоянно, но меняется количество вещества. Нью. У нас не такой случай, но такие задачи бывают. Нью меняется. Тогда У может меняться, несмотря на постоянство температуры. То есть тут надо быть очень аккуратным, на самом деле. Вот, именно поэтому вот этот стиль, причина-следствие, он и очень хорош, вы никогда это не проглядите, если будете вот таким образом рассуждать. Так, теперь давайте с работы разберёмся. Значит, так как объём у нас с вами уменьшается, мы говорим о сжатии, так как объём уменьшается, то работу газ совершать будет отрицательная. Ну и, наконец, мы дошли до первого начала термодинамики, или первого закона термодинамики, где мы разбираемся с теплотой. Давайте так его и запишем. Итак, по первому началу термодинамики, или по первому закону термодинамики, неважно, как вы это будете называть, но формулу обязательно здесь указывать надо. Количество теплоты, подведённое к газу, это изменение внутренней энергии этого газа, плюс работа газа. Ну а теперь давайте вот это использовать здесь. Итак, причина. Так как изменение внутренней энергии отсутствует, работу газ совершает отрицательную. И, соответственно, количество теплоты, это изменение внутренней энергии, плюс работа, то... Ну, смотрите, у вас это 0, значит Q равно A, а отрицательная, значит Q будет являться величиной отрицательной. То есть мы делаем вывод о том, что теплота будет отводиться от газа, газ будет отдавать теплоту. Это записать здесь и стоит. Значит, теплота... Отводится от газа. Ну да, в действительности, слово бы ещё здесь добавить. В действительности. Вот, то есть, в принципе, мы с вами здесь всё сделали, можно выделить этот последний факт. Вот, классно. Мы две задачки выполнили и для вот этого третьего процесса. И, в принципе, вроде бы всё выделили. Вплотную подошли к рисовашкам. К тому, чтобы записать, как в каждом из этих трёх процессов меняется давление, объём и температура, так и нарисовать эти графики в ПВ и ВТ координатах. И наш этот анализ, 1, 2, 3, в каждом из процессов на предмет изменения ПВТ, он как раз является чётким вполне обоснованием, почему графики, которые вы нарисуете, выглядят именно так, а не как иначе. В общем, вот четвёртая позиция. Я записал как раз те выводы, которые мы сделали из первых трёх пунктов. Да, может быть, где-то нам потребуется ещё какие-то теоретические изыскания здесь отобразить. Мы это тоже с вами сделаем, не переживайте, если потребуется. То есть мы ещё вернёмся к какому-то расписыванию, если оно будет требоваться. Но пока, я думаю, мы вот этим с вами ограничимся. Так, начинаем, пожалуй, с ПВ. С ПВ координатной плоскости. Как давление от объёма будет зависеть здесь. Давайте разбираться. Я думаю, что можно сразу рисовать график. Отмечаем по оси ординат давления, по оси абсцисс объём. И поехали. Итак, процесс 1, 2. Объём постоянный, давление падает. Объём здесь, и он постоянный. То есть отрезок вертикальный прямой. А давление падает. То есть мы вниз идём. Я думаю, можно так и рисовать. Вот наш процесс 1, 2. Прошу любить и жаловать. Стрелочку не забываем ставить. Объём неизменный, давление падает. Процесс 2, 3. Давление постоянно, объём растёт. Давление на сей раз не меняется. То есть отрезок горизонтальный прямой. А объём растёт. То есть вправо. Объём же по оси абсцисс. Так что я думаю, можно смело рисовать. Вот наш процесс 2, 3. Ну вот теперь самое интересное. Процесс 3, 3, 1. Я только, наверное, зря так написал. Это опечатка 3, 4. Процесс 3, 4. Вот. 4, 1 точки-то не совпадают. Я подправил. А вот тут интересно. Давление растёт. Вроде бы вверх должны, да? Объём падает. То есть влево. Вверх, влево. Но как именно-то? Что это? Это отрезок прямой, кривая. Что это будет? А мы про это как раз ничего не говорили. Но процесс-то вот этот 3, 4 является изотермическим. Изотермическим. Поэтому надо вспомнить, что описывают изотермический процесс. И вот тут опять на самом деле есть два варианта. Вариант первый. Менделеев-Клаперон. Можно так и написать. Для произвольной промежуточной точки в процессе 3, 4. По уравнению. По уравнению Менделеева-Клаперона. Менделеева-Клаперона. Произведение давления на объём. Это есть количество вещества РТ. Ну вот это не меняется. Количество вещества тоже не меняется. Значит, П на В. В произведениях это величина неизменная. То есть, я думаю, так можно и писать. Так как у нас с вами количество вещества постоянное. Хотя, в принципе, можно, наверное, это было не отмечать. Ну ладно. Температура у нас с вами постоянная. Р, понятно дело, что постоянная. Ну и самое главное. Как раз Менделеев-Клаперон. ПВ равно не РТ. То. Какое следствие мы можем с вами отсюда сделать? П на В это есть величина неизменяемая, постоянная. ПВ равно константа. То есть, получается, глядя на это, мы какой вывод можем сделать на предмет того, как П и В меняются друг относительно друга? Обратно пропорционально. Вот. То есть, П это константа делить на В. А значит, в ПВ координатной плоскости график будет гипербола. Гипербола. Гипербола, где давление растет, а объем падает. Причем, то же самое количество раз. Мы это нарисуем сейчас. Теперь мы знаем, какая это кривая. Отдельно, конечно, стоит отметить, что можно, наверное, было это и покомпактнее написать. Оставить бы вот только эту точку. А тот факт, что это Менделеев-Клаперон. Вот тут вот после температуры, но перед запятой в скобках там написать, что он уравнением делил Клаперон. Тогда вот можно было вот эту вот верхнюю, наверное, не записывать. Кстати, можно было бы сделать это еще короче. Вместо вот этих двух строчек можно было написать соответствующий газовый закон, который выполняется для изотермического процесса. Да-да, можно было на него сослаться и было бы даже, наверное, круче. Закон более мариотто. То есть, можно было по нему это сказать. По закону Бойля-де-Физ-Мариотто. По закону Бойля-Мариотто. Можно было сразу написать, что вот в изотермическом процессе давление на объем это констант. И это было бы гораздо круче. Мало кто знает эти газовые законы, поэтому... Ну, можно и то, что беленьким. То есть, либо вот так, либо так. Один из двух вариантов, какой больше нравится. Вот. Ну, в принципе, то это временное, наверное, можно убрать. Да, но нам особо здесь будет не нужно. Давайте к самому графику. И вот тут, на самом деле, вот эту гиперболу, ее же можно... Ну, по-разному рисовать-то. У нее можно нарисовать вот так, так, что точка 4 будет ниже точки 1. А можно рисовать вот так, как-то, что точка 4 будет выше точки 1. А как правильно? А вот, на самом деле, здесь надо на график наш начальный посмотреть. Надо, чтобы ему все-таки в противоречии ничего не шло. Поэтому кажется, что здесь на это тоже следует обратить какое-то внимание. Ну, то есть, мы же видим... Я думаю, здесь можно отметить, что давление P4... Давление P4. Оно-таки больше, чем давление в точке 3, P3. Это отчетливо видно. P4 больше P3. Стал быть, и у нас должно быть так же. А, ну, у нас-то точно так же. А тут, наверное, даже с точкой 1 сравнивать-то надо. Да, да, да. Ой, ой, ведь все падает. С точкой 1 надо было сравнить. Действительно, у нас в точке 1 давление, давайте отметим, вот, в точке 1 давление у нас P1, P4 больше P1. Вот, P4 больше P1. Нам надо, чтобы точка 4 была выше точки 1, потому что P4 больше P1. Это, наверное, и сюда вложить стоит, чтобы с этим состыковалось. Так, а точка 4 будет правее точки 1 или левее с точки зрения объема? Мы сравниваем точку 4 и 1. Но тут, на самом деле, надо смотреть на концентрации. Давайте тоже попробуем насчет этого подумать. Тут надо очень аккуратным быть. То есть у нас объем уменьшится, и он станет большим, чем было вот тут, или он станет меньшим, чем было вот тут? Вот вопрос. Ну, давайте концентрации по этому графику сравним. В процессе 1,2 у нас, допустим, концентрация N1, а в процессе 4 у нас концентрация пусть будет N4. Мы-то как бы четко видим, что N1 больше N4, так? N1 больше N4, мы это видим. Но мы-то также еще знаем, что концентрация у нас обратно пропорциональна объему. То есть концентрация, число молекул делить на объем. Вот причина, на основании которой, наверное, можно сделать смело следующий вывод, что с объемами все будет наоборот, чем с концентрациями. То есть если N1 больше N4, то V1 меньше, чем V4 должно быть. V1 должно быть меньше, чем V4. Ну, потому что N и V, они обратно пропорциональны друг другу. То есть V4, тот объем, до которого мы по гиперболе сожмемся, он должен быть больше, чем тот объем, который здесь был в процессе 1,2. То есть мы будем правее точки 1, но при этом выше точки 1. Правее точки 1, но при этом выше. Так что, возможно, имеет смысл сразу отметить здесь точку 4 где-то правее и выше 1, и вот в нее как раз нарисовать гиперболу. Видите, вот пришлось воспользоваться начальным графиком, чтобы что-то здесь понять. Вот теперь все ок. Вот теперь все ок, и это вполне конкретно гипербола, можно не переживать. Гипербола. И вот по этой гиперболе можно прямо отметить, что действительно объем соответствующей точки 4, V4 больше, чем объем соответствующей точки 1, V1, но при этом давление в точке 4, V4, ну, здесь у нас отделяется, да, оно больше, чем давление в точке 1, V1. То есть у нас выполняются вот эти вот раз и два условия. Все в порядке, все ок. Мы просто лишь сделали так, чтобы это было максимально детальным и подробным. Конечно, наверное, стоит про это думать, заморачиваться. Потому что нарисуя вы эту точку 4 где-нибудь левее от точки 1 или ниже точки 1, формально это можно было бы назвать ошибкой, понимаете? То есть здесь вот когда, особенно вот он не замкнутый процесс, 4, 1 точки не совпадают, понять, как друг относительно друга располагаются в других координатах точки 1 и 4, это очень полезная вещь. И мы это сделали путем анализа нашего просто исходного графика. В этом плане то, что мы вот здесь сделали, можем просто вот так дописать, и все, это будет более чем. В идеале, конечно, на самом деле вот это бы написать вот здесь белым цветом. Но учитывая, что вот эти соображения сейчас на самом деле будут использоваться еще для второго графика, я практически уверен. Вот это первое соображение, вот это второе соображение. Вот на VT координатную плоскость нам это потребуется. Давайте, наверное, это оставим здесь. В принципе, все готово, можно начинать. Вот, я здесь убрал то, что было вот с P3, и на графике оставил только вот P1, P4, V1, V4. На самом деле, возможно, нам еще потребуется сравнить температуру в точках 1 и 4. А тут вообще совсем другая история, связанная с угловым коэффициентом прямой, изначально координат в точке 1 и 4. Но давайте по мере поступления. Итак, в этой диаграмме погнали. Процесс 1-2. Неизменный объем, температура падает. Неизменный объем, то есть отрезок горизонтальный прямой, температура падает, а, то есть влево. Ну, наверное, можно так это смело брать и рисовать. Итак, вот он процесс 1-2. Процесс 1-2. Так это выглядит. Объем не меняется, температура падает. Процесс 2-3. Процесс 2-3. И тут вспомните вот цифра 2, где была. Изобарный процесс. Как там у нас объемы, температура меняются друг по отношению к другу? Помните? Прямо пропорционально. V делить на T константа. Учитывая, что это уже было в решении в пункте 2, мы это сейчас дублировать здесь не будем. V делить на T равно константа. Причем и V, и T увеличиваются. Просто вот в одинаковое количество раз. График прямой пропорциональной зависимости V от T. Это прямая, проходящая из начала координат О. Вот. То есть формально, начиная вот так пунктиром, дальше у нас вот этот наш, соответственно, процесс 2-3. Вот только уже возникает проблема. Ну да, V растет, T растет, стрелочка однозначно сюда. Вы уже поняли проблем-то, нет? А вот эта точка 3. Она правее точки 1 будет или левее? Вот вопрос. Это непонятно. Это непонятно. То есть нужно анализировать. Нужно вот исходный график еще немножко покачать. И тут я бы сделал так. Поскольку в дальнейшем, в процессе 3-4, температура не изменяется, то T3 равно T4. И получается, мы должны сравнить формально T1 и T4. Ну просто последний процесс 3-4, где температура неизменна, температура постоянна, это отрезок вертикальной прямой. Процесс 3-4, это будет отрезок вертикальной прямой. И вот нам нужно его расположение по горизонтали, по отношению к точке 1 сравнить. Там что правее, левее. Короче, поскольку T3 равно T4, сравнивать надо не T1 и T3, а T1 и T4, по большей части. У нас уже были объемы и давления для точек 1 и 4. А вот про температуру мы не поговорили. А как это можно сделать? Ну смотрите, на самом деле подход здесь будет очень простой. Если нам дана зависимость давления от концентрации, давайте попробуем это отдельно здесь нарисовать. Помните основное уравнение МКТ? P равно НКТ. Был такой, да? P – это концентрация, постоянная Больцмана на температуру. Вот, мы уже его, в принципе, анонсировали. То есть, если мы говорим про прямую, проходящую через начало координат, любую, там, где P делить на N, это величина неизменная, формально, угловой коэффициент такой прямой будет показывать температуру. Ну смотрите, вот если мы говорим о некой прямой, проходящей через начало координат, то есть P на N – это константа. Как угловой коэффициент, угловой коэффициент, прямо это четко подпишем, этой прямой, этой прямой, какой этой, мы сейчас покажем, вот этой. Будет выражаться. Но формально это P делить на N, это P делить на N. Давление делить на концентрацию. Как раз то, что неизменно. А по уравнению как раз основного молекулярной физики получается это постоянное Больцмана на температуру. То есть угловой коэффициент показывает температуру. И чем угловой коэффициент больше, тем температура больше. Вот. Можно, в принципе, так это здесь в качестве вывода и написать, что угловой коэффициент, угловой коэффициент такой прямой, такой прямой показывает, показывает температуру нашего газа T, которая, естественно, будет не меняться, если P делить на N, это константа. Вспомните пункт третий, который у нас с вами был. Ну а дальше идея очень простая. Смотрите внимательно. Если мы хотим сравнить температуру в точках 1,4, в идеале это бы вот здесь написать, я это сделаю на графике, нам нужно в координатах PN провести две прямые из начала координат. Одну в точку 1, другую в точку 4. Поехали. Вот эта прямая в точку 1, а вот эта прямая в точку 4. Можно их даже назвать. Допустим, вот это будет прямая A, а это прямая B. Каждая из этой прямой соответствует своей температуре. И она будет больше там, где будет больше угловой коэффициент. Вот, собственно, и все. Потому что угловой коэффициент, как мы только что показали, показывает температуру в координатах PN. Так мы сравним T1 и T4. Вот, то есть дальше в принципе можно сказать следующее, что из графика это видно. Из графика я бы прям это четко на самом деле бы показал. Угловой коэффициент, давайте не поленимся это и запишем. угловой коэффициент прямой B. Она же под большим углом к оси концентрации горизонтали. Так, вот этот угол, он больше, чем этот. Поэтому угловой коэффициент прямой B больше, чем прямой A. Угловой коэффициент формально показывает угол наклона. Угловой коэффициент прямой B больше, чем у прямой A. Поэтому температура, соответствующая прямой В, больше, чем температура, соответствующая прямой А. А температура прямой В, соответствующая Т4 или Т3, они равны. А температура, соответствующая прямой А, это формально Т1. То есть мы делаем вывод, что Т4 больше Т1. Т4 больше Т1. То есть Т3 больше Т1. Понимаете? Можно, в принципе, так и написать. То есть, Т3 больше Т1. Ну, Т3 вид равно Т4. А если Т3 больше, чем Т1, то значит, мы должны правее точки 1-таки уйти. Понимаете, какая же здесь засада оказалась. То есть, получается, тут бы продлить всё это дело. С первого раза, кстати, верный график нарисовать практически никогда не получается. Можно к этому нормально относиться, ничего страшного. Прям давайте. Вот куда-то сюда мы ушли, вот точка 3. И вот отчётливо должно быть видно, да, что вот это наша температура Т3, она же Т4. Т3, она же будет Т4. Т3 в скобках Т4. Такая запись, в общем-то, означает, что неважно, что писать. Ну, они как бы равны Т3 и Т4, потому что в процессе Т4 температура неизменна. Это больше, чем как раз вот Т1, всё нормально. То есть, теперь у нас всё соответствует здравому смыслу. Единственное, мне не нравится, что единичка так как-то правее вот этой точки начальной оказалась. Ну, это легко подкорректировать. Вот так сделаем. Ну, классно. Всё, теперь процесс 3-4 давайте рисовать. Т-констант. Температура не меняется, она ни вправо, ни влево. Ну, а что у нас, объём? Объём падает, да, то есть вниз. Ну, вниз, вниз, вниз и рисуем. Вот так вот вниз рисуем. Так, у меня даже он прозовел, видите. Бедный жидкий мел, белого цвета. Ну, ладно. Вопрос. А V4 и V1 они друг с другом как? Так, а вот ответ. V4 больше V1. То есть, точка 4 должна быть выше, чем точка 1. По-любому. Точка 4 должна быть выше, чем точка 1. То есть, чтобы, ну, вот это, чтобы соответствовало. Вот теперь правильно всё мы нарисовали. Теперь это соответствует тому, как оно должно быть. И мы справились и с третьей задачей вместе с вами. Победа. Ну, обратите внимание, да, насколько здорово получилось. И, в принципе, вот эта история, когда я три задачи решал, а не, вот, ну, за раз, а не каждую в отдельности, она себя оправдывает. Ведь всё это, на самом деле, связано друг с другом. При ответах на вопрос второй задачи, при ответах на вопрос третьей задачи, первая-то формально всё равно использовалась. Но было прикольно то, что в третьей задаче потребовалось ещё немножечко покачать наш исходный график. И как-то сравнить друг с другом в точках 1.4. Там, вот, видите, там давление, объёмы и температуры. Круто, в общем. Получилось очень насыщенно, я надеюсь, информативно. Самое время записать ответ. Температура в процессе 1.2 уменьшается, в процессе 2.3 увеличивается, в процессе 3.4 остаётся постоянный. Второй вопрос был, где у нас теплоту газ поглощает, а где отдаёт? Ну, поглощает газ там, где теплота подводится к нему, это в процессе 2.3. И отдаёт газ теплоту там, где она отводится от газа. А это в процессах 1.2 и 3.4, мы с вами это определили. Ну, и, наконец, третий пункт был, это нарисовать процесс 1.2.3.4 в координатах ПВ и ВТ. Ну, так, собственно говоря, изначально здесь просилось. И мы с вами это тоже сделали. Кстати, когда у нас в рамках ЕГЭД, на самом деле, не только просит кто-то нарисовать процесс, это предполагает наличие обоснований. Просто нарисовать графики и типа всё примут? Нет. Нет. Должны быть обоснования. У нас они как раз были реализованы отчасти вот в этих самых пунктах, которые были 1, 2, 3. И плюс, помните, мы цветными мелками ещё здесь дописывали. Вот это всё на самом деле здесь имеет огромное значение. Вы представить не можете себе на самом деле, насколько вот то, что мы с вами вот в этом ролике, уроке сделали, полезно. Постарайтесь всё это впитать и научиться повторять. Вот если вы сможете, без вот подсматривания там советов, подсказок и прочего, всё это дело повторить, нормально, подробно записать, не будете лениться. И будете от этого получать ещё кайф и удовольствие. Вот это то, как раз к чему надо стремиться. Именно это нам поможет в конечном счёте вот всё писать на высшие баллы, и всё у нас будет хорошо. Обратите внимание, что помимо того, что мы прям так вот со всей головой погрузились в эту задачу, мы много на самом деле чуть по физике самой качали. Ибо ботать надо именно её стараться. Ботайте физику, верьте в себя. Всё, всех будет хорошо, хорошо поботали. На этом всё. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ботайте физику, верьте в себя, и всё у вас будет отлично. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok